G2A.com – магазин игр по низким ценам. 3% кэшбэк с промокодом, что на экране. Ссылка в описании. Решаете ли вы умопомрачительные головоломки в портал, управляете ресурсами в StarCraft или ставите безумные хедшоты без прицела в Call of Duty? В видеоиграх нужно оттачивать умения, чтобы преодолевать трудности. Как вам это предоставляется? Кнутом и пряником. Пряником является награда игроков за то, насколько хорошо они справляются. Очки за смышленность, лучшее оружие или открываемое дополнение. Таким же образом вы бы дали лошади морковку, чтобы она что-то делала. Кнутом же является то, как игра наказывает игрока, словно подгоняет палкой. У нас очень много сравнений с лошадьми. А самое суровое наказание, не считая проигрыша, это провал. А точнее смерть. Давайте поговорим о провалах, то, как они изменились и насколько они угрожают самому существованию видеоигр, какими мы их знаем. Но не волнуйтесь, вам понравится. Часть первая. Аркады, где смерть будет вам дорого стоить. Буквально. Давайте вернемся к самому началу видеоигр. К аркадам. Провал стоит вам жизни и четвертака, но не прогресса. Если вы умираете, то появляетесь в том же самом месте, но теряете одну из ограниченного количества жизней. Потеряв много жизней, придется идти менять монеты еще раз. Такой подход был довольно умным. Аркадные игры должны были быть быстрыми и понятными. Учитывая, что игры находились в общественных местах, бизнес-модель заключалась в превращении вашего раздражения в дюжины честно заработанных четвертаков. Все это изменилось, когда игры переехали в дома. На рассвете компьютерных и консольных игр стало ясно, что необязательно делать игры быстрыми. Люди играли длительное время, иногда даже чересчур длительное. Пройдут десятилетия, прежде чем прибыль разработчиков вновь будет завязана на игровом процессе в виде микротранзакций. Так, если вы купили Super Mario Bros. в магазине, вы могли умирать снова и снова. Неважно, сколько времени вы тратили на убийство этого братца-молота, вам не нужно было за это ничего платить. Такие изменения произошли не сразу. Ушли годы на то, чтобы игры постепенно переросли свои старые ухищрения. В некоторых играх долгое время оставалась система до трех жизней, что делало их прохождение невозможным без использования чит-кодов. Всегда найдется парень, который знает другого парня, который прошел контру без кода конами, но я таким не верю. Однако именно в такой среде игры перешагнули стадию смертей и четвертаков и стали предлагать разнообразие, что у нас есть сегодня. Игры наконец начали рассказывать истории. Часть вторая. Чекпойнты. Подумай и попробуй еще раз. Сейчас обычно провал заканчивается возвращением к точке сохранения. Таймеры противники сбрасываются и вам дается повторная попытка. Это как день сурка или грань будущего, или свидание. Вы учитесь на своих ошибках и переносите эти знания вместе с собой на второй круг. Игра вас слегка наказывает. Несильный шлепок палкой. Но она не мешает вам пройти до конца, если вы приобрели необходимые навыки. Вам не нужно начинать с уровня 1-1. Просто отряхнитесь и снова в бой. Несмотря на то, что такие сбросы значительно изменились за последние 15 лет. Сейчас, если вас сбрасывают даже на 5 или 10 минут, игра получает критику за плохую точку сохранения, или за хреновый дизайн. А затем вы сразу вырубаете игру и ломаете джойстик. С другой стороны, современные игры вроде Arkham Knight или Tomb Raider редко просят вас перепройти даже последние 60 секунд игры. Но так было не всегда. Одна из наиболее запомнившихся экшен-игр для консолей должна быть GoldenEye для Nintendo 64. Эта игра была великолепна, однако одиночные миссии были жестокими и порой требовали идеальной скрытности. Проигрыш отсылал вас к самому началу миссии, хотя такое наказание было вполне нормальным для того времени. Пока всё не стало меняться. Сначала игры стали рассказывать более запутанные истории. Когда важность наличия сюжета в игре становилась всё выше, разработчики начали понимать, что сложность точки сохранения может помешать повествованию. Когда в игре есть сюжет в начале, в середине и в конце, то перепроходить одну и ту же часть без возможности увидеть, ради чего всё это было, становится невыносимым и скучным. Особенно это касается игр, в которые стали добавлять катсцены, диалоги и долгие продуманные технические вставки. Никому не хочется по нескольку раз смотреть один и тот же трёхминутный ролик снова и снова. Увеличение количества точек сохранения отражает демографию возраста игроков. Когда видеоигры только появлялись, их делали для детей или подростков. Для молодых геймеров вполне нормально провести целый день, перепроходя одну миссию, чтобы отточить уровень до совершенства. Но я уже взрослый мужик и времени на игры у меня не так много. Когда геймер вырастает, то он наверняка начинает работать полный день, а его собственные дети или другие обязанности оставляют всё меньше времени на игры. Для него перепроходить длительную миссию или продолжать играть долгое время, чтобы добраться до отдалённой точки, вызывает критическое раздражение. Так что, может чем больше точек сохранения, тем лучше? Часть третья. Игры без раздражителя отстойные. Как и у всего, здесь есть свои минусы. Сглаживая углы, разработчик теряет своё самое сильное оружие из арсенала. Страх. Тот самый страх перед палкой, о котором мы говорили ранее, потому что мы всего лишь кучка лошадей. Даже в виртуальном мире видеоигр смерть означает потерю. Потерю денег, предметов, очков или уважения, да чего угодно. Практически во всех случаях это означает потерю прогресса и времени. Минимизируя такие потери, игры снижают риск. Как и в реальной жизни, вы не сможете получить удовольствие без риска. Без кнута пряник не будет таким же сладким. Мы все играем в игры ради адреналина от такого риска. Поэтому мы и не играем в игры с режимом бога. Без страха проигрыша победа удовольствия не принесёт. Такое изменение ясно проявляется в серии игр Far Cry. Консольная версия Far Cry 2 была очень негативно воспринята людьми, которые ненавидели бесконечных врагов, муторные локации и, конечно же, хреновую систему точек сохранения. Вместо того, чтобы умереть, компьютерный персонаж оттаскивал вас в безопасное место. В некоторых случаях эти персонажи могли пострадать или даже умереть в попытке спасти вас. А после их смерти вы их уже никогда не видели. Если же вы умирали без союзного персонажа поблизости, то вам приходилось возвращаться в точку сохранения в хижине, которая могла находиться очень далеко. Из-за чего ваш прогресс сильно страдал. Вдобавок ко всему, карта была с очень ограниченными возможностями быстрого перемещения. Даже чтобы добраться до миссии, в Far Cry 2 требовалось совершать длительное путешествие по пустыне или через джунгли, где на вас могли напасть в любую секунду. В результате получилась игра, где проигрыш мог стоить вам значительного количества времени, усилий и прогресса. Сражения в Far Cry могли быть ужасающими, хотя бы из-за страха того, сколько всего вы потеряете при провале. А это было вполне реально. Враги были умными и точными, и не стоит забывать о печально известном износе оружия. Со временем ваше оружие ржавело, из-за чего более старое ружье клинило, причем совершенно неожиданно. Вот вам и кнут. И все же у Far Cry 2 довольно быстро появилась своя ниша фанатов. Каждое сражение казалось важным, если вы не хотели потерять все ваше время впустую, вам нужно было все тщательно планировать, быть постоянно настороже и всюду ожидать врага. Некоторым мазохистам даже хотелось повысить сложность, и они проходили игру до первой смерти. Впоследствии эти больные люди играли с одной жизнью, прокрадываясь украдкой через всю игру без единой смерти или перезарядки. Вот вам и страх потери. По сегодняшний день фанаты сладко вспоминают, насколько увлекательной была Far Cry 2, как бы они в нее не играли. Но, как я и сказал, Far Cry 2 разозлила многих геймеров, и разработчики Ubisoft Montreal ответили на эти жалобы в сиквелах к этой игре. Far Cry 3 и его преемник Far Cry 4 убрали практически весь страх и дискомфорт, которыми славился Far Cry 2. Продюсер Дэн Хэй сам лично коснулся проблемы напрямую в одном из своих интервью за несколько месяцев до выхода игры. Мы хотим дать возможность игроку сражаться, когда он захочет. Мы не хотим, чтобы компьютер давил вас огнем. Мы хотим позволить вам передвигаться по всей местности, и чтобы игра вас ждала. Касательно этого ужасного износа оружия, он сказал следующее. Мы не хотим наказывать игрока, поэтому если вы подбираете оружие, то вы будете из него стрелять и сможете победить. Система напарников была убрана, скотертью дорожка, а автосохранение и многочисленные укрытия были добавлены в игру. Far Cry 4 пошел еще дальше в этом направлении, и там были добавлены автоматические точки сохранения перед любым значительным событием. В Far Cry 4 провал изредка стоил больше нескольких минут прогресса. Маркетинг тоже был очень странным и хаотичным. Послание было простым. Повеселиться, взорвать все и не задумываться об ошибках. Нас за это наказывать не будут. Терять нам нечего. И это послание было хорошо воспринято. Far Cry 3 и 4 получили очень высокие оценки. И это без сомнения интересные игры, в которые любой сможет поиграть несколько минут на досуге. Но поиграв во все три части, начинаешь понимать, что какой-то интересный элемент игры был утерян, когда суровые условия Far Cry 2 были отшлифованы. Ведь уменьшили не только сложность игры, но и игроку больше ничему не приходилось учиться. Страх провала был утерян. Слишком много морковок и так мало палок. Часть 4. Инновации. Новые методы избегать раздражения. Учитывая, что все любят выигрывать, неудивительно, что разработчики продолжают искать новые способы помочь игрокам завершить их игры, не выводя их из себя. В играх вроде BioShock или Battlefield Bad Company заменили точки сохранения на возрождение. Вместо того, чтобы отматывать время назад, игрок возвращается в бой, который все еще продолжается. Почти так же, как и в старых аркадах, только с бесконечными четвертаками. И хотя в мультиплеере такая система встречается часто, она была довольно необычной для домашних одиночных игр. Словно вы едете на велосипеде с дополнительными колесиками. В BioShock смерть приводила к возрождению в витокамере, без потери прогресса. Ценой были несколько внутриигровых монет, но в остальных случаях вы могли возрождаться бесконечно. Вы были скорее как агенты в фильме Матрица, а не как персонаж Тома Круза из Грани Будущего. Преимущество в том, что игрок никогда не теряет времени. Ему не приходится исследовать те же самые комнаты, повторно выслушивать диалоги или убивать тех же противников. Но витокамеры из BioShock являются отличным примером того, что уменьшение раздражения подрывает желание учиться на риске. В играх с традиционными точками сохранений, повторение одной и той же стратегии обязательно приведет к одному результату. Если забежать в комнату не взвесить все тщательно, то вы можете предстать перед надписью «Игра окончена». Но в играх с возрождением это не так. Игроки могут сводить на нет трудности, бесконечно умирая и делая новые попытки, впоследствии проходя напролом сложной ситуации и не понимая, почему игра продолжает их побеждать. Вы можете пройти BioShock, даже не научившись в него играть. Это было особенно заметно в сражениях против Большого Папочки. Большие Папочки. Эти боссы были как губки для пуль. Они были уникальными тем, что игроки выбирали, когда с ними сражаться. Умные игроки расставляли ловушки для Больших Папочек и заставляли их сражаться с другими противниками. Таким образом их можно было победить или как минимум навредить еще до первого выстрела. Но игрок также мог ворваться, стреляя во все стороны, не думая ни о какой стратегии. В результате он умирал и очень много. А уже сильно ослабленный Большой Папочка мог быть убит ко второй или третьей атаке после возрождения. Игрок мог получить награду за победу, не имея совершенно ничего. Похожая ситуация складывается с системой «Упал, но все еще в бою». Такие системы стали популярными в современных шутерах, вроде Killzone 3, Gears of War 3 или Halo 5 и таких еще много. В этих играх, вместо того, чтобы возвращаться к точке сохранения, игрок падает и ждет воскрешения от компьютерного союзника. Помимо бесящего ожидания самого медленного компьютерного напарника, эффект тут точно такой же, как и с витокамерами в Биошок. Вам не нужно понимать эти игры, чтобы быть в них хорошими и побеждать. И чего тут интересного? Заключение. Игры все еще являются играми. В стремлении привлечь больше игроков с различным стилем жизни и ограниченным временем, такие попытки сохранения вашего времени вполне похвальны. Но они также представляют экзистенциальную угрозу самому существованию игр. Цикл обучения, награды и наказания – это именно то, что лежит в основании игры. Давайте отложим игры на минуту и возьмем, к примеру, баскетбольный мяч. Его можно вести, пасовать, отбивать от лобешника вашего друга, но это все же лишь игрушка, а не игра. Мяч становится игрой, когда у него появляются правила, а также ограничения, связанные с успехом, проигрышем, риском и стратегией. Поэтому Илеада – это не игра, а вот шахматы – игра. Мы ничем не рискуем, если будем читать Илеаду, разве что порезом от бумаги. Тут стоит отметить следующее. Уменьшение раздражения игроков не является в корне неправильным, и мы также не можем сказать, что с Илеадой что-то не так. Нет ничего неправильного в банальном предоставлении рассказа. Некоторые из наиболее увлекательных игр последних лет подходили под это описание. В игре Gun Home вы играете за девушку, вернувшуюся домой из колледжа, и узнаете страшные тайны ее семьи. Тут нет никаких головоломок или сражений, вы не можете проиграть в Gun Home, и единственный способ пройти игру – это закончить рассказ. По моему определению, Gun Home не является игрой. Это лучше описать как какое-нибудь новое интерактивное развлечение. Похожие аргументы можно привести играм вроде The Stanley Parable и Journey. До полноценных игр им далеко, но они все равно крутые. Вот теперь вы понимаете, что отсутствие наказания за провал в традиционных играх вроде шутеров и гоночных игр делает их менее увлекательными. Снижая весь этот риск и потери, мы также снижаем стратегию и успех. Интерес к игре теряется, и все потому, что нам так хочется этот чертов пряник. Если вам понравилось это видео, вы можете помочь нам на патреоне, а также подписаться на нас на ютубе и вконтакте.